Друзья, я вас уже знакомил пару дней назад. Информация о том, что Республика Армения отказалась участвовать в военных учениях с ОДКБ. При этом, будучи членом ОДКБ, но ОДКБ не выполняет своих обязательств перед Арменией. И по сути Армения за один шаг до выхода из ОДКБ. Но на данный момент она пока, Армения пока еще является членом ОДКБ. Так вот, друзья, я вас знакомил с этой новостью, что Армения отказалась от военных учений с ОДКБ, которые сейчас происходят в Казахстане. Друзья, я вас витаю из Киева. Я Самвел, украинский армянин и представляю информационный центр КАП. И украинский YouTube с армянским оцентом. Подписывайтесь обязательно на наш YouTube, на наш TikTok канал, там большая украинская аудитория. Подписывайтесь на наш телеграм-канал КАП.ЮАЭМ, на наш инстаграм и на наш фейсбук. На все пять площадок, на которых мы публикуемся. Так вот, друзья, отказавшись от военных учений с ОДКБ в Казахстане, будучи членом ОДКБ, Армения буквально через день заявила о том, что в Армении пройдут армяно-американские учения с 11 по 20 сентября. Ну и, конечно, в этом случае Москва сразу присела. Хоп! И присела. И, конечно, это исключительная ситуация, если бы эти две новости не были между собой связаны, если бы этот демарш и этот конкретный шаг не был бы так многозначителем. Но, тем не менее, вчера, сегодня пришла новость о том, что Никол Пашинян, премьер-министр Армении, давая интервью, буквально вчера это было, сказал в интервью о том, что нет ничего исключительного в этих военных учениях армяно-американских, по той причине, что это не первые армяно-американские учения в истории Армении и США. И, безусловно, это так, это не первые армяно-американские учения, но Никол Пашинян скромничает, и он, конечно, хочет немножко сгладить углы. И понятно почему, это объективно, это понятно. Геополитическая ситуация в Армении, она своеобразная. И это, может быть, было бы не так радикально, если бы мы с вами не знали, что как раз отказ от участия в тот момент, когда начались военные учения УДКБ в Казахстане, от которых отказалась Армения, на следующий день, через день, начались учения армяно-американские на территории Республики Армения на базе ЗАР. Вот такие интересные несовпадения. Как говорил герой мультика «Панда кунг-фу», случайности не случайны. Случайности не случайны. И еще герой этого мультика говорил, если надо объяснять, то не надо объяснять. Я думаю, что вам, друзья, не нужно объяснять эту ситуацию. Она, знаете, белыми нитками шита. Поэтому я счастлив, как украинский армянин, что родина моих предков Армения, с которой у меня потрясающая фантастическая связь, как и, в принципе, в целом у нас, у всех армян. Но Украина также для нас является вторым домом, в котором мы живем более 30 лет. И я очень рад, что родина моих предков делает очень правильные шаги. Отказывается от УДКБ как таковой. Остался один шаг выхода оттуда. И предысторию, наверное, вы помните, саммит УДКБ, который был в Ереване, когда Армения в финале, премьер-министр Армении Никол Пашинян устроил Демарш и не подписал документы, которые были предложены, основное комьюнике, да, так сказать, в финале. Потому что там не было той основной задачи, тех основных обязательств УДКБ, которые ОДКБ должно было выполнить по отношению к Армении как ее члену, с позиции того, что страна Азербайджан, страна террориста, страна агрессор, когда она напала на независимую Армению со стороны восточных ее границ, со стороны Сюника, ОДКБ должно было в данном случае отреагировать. И со стороны Армении был запрос в ОДКБ, но ОДКБ не выполнил своих обязательств. Было только сплошное бла-бла-бла, но нас, безусловно, это никак не устраивает, это бла-бла-бла. И мы и так находимся в очень интересной, непростой, геополитической ситуации. Еще не хватало, чтобы так называемые партнеры вешали лапшу на уши. У Армении всегда были очень крепкие и сильные корни и контакты с Америкой, особенные отношения с Францией и со многими другими европейскими странами. Допустим, чтобы вы понимали, в Америке, в Америке, только в Лос-Анджелесе живет более 1 миллиона армян. Представьте себе. И кто-то считает этот Лос-Анджелес одним из лучших городов на свете. У нас там живут очень много близких. Ну, это один из самых дорогих городов в мире. И, конечно, там очень много прелестей. И со всего мира большое количество людей. Так вот, у Армении всегда очень крутые были связи с Америкой, с Францией, с другими европейскими странами. И поэтому в Армении ведется постоянный контакт с этими странами. И дополнительные программы, безусловно, действуют. И военные учения на военной базе ЗАР в Армении, армяно-американские военные учения, действительно не в первый раз проходят. И это есть благо для нас. Они каждый раз становятся масштабом больше. И думаю, что в следующий раз правильно, чтобы там участвовала Франция, другие европейские страны. И вот такие вот, друзья, благостные новости. Просто впервые это совпало так, когда Армения отказалась от военных учений в ВДКБ. А параллельно с этим сразу же делают учения армяно-американские в самой Армении. Я хочу сказать, что сегодня еще была информация в новостях о том, что Дмитрий Песков, значит, этот... Усы, усы Путина, значит... Усы у курка, да? Один у курок, другой у усы Путина. Так вот, усы Путина Песков сказал о том, что, значит, Москва еще будет разговаривать с Арменией для того, чтобы глубоко разобраться о причинах отказа. И это выглядит как замена там и так далее. Ну, в общем, они хотят поговорить с армянским правительством и так далее. Но что это значит? Это значит либо безысходность, когда они это говорят, либо это предупреждение о том, что на Армению будет оказано, на армянское правительство будет оказано давление со стороны Москвы. и мы в ближайшее время увидим, в общем, какой-то кардебалет. Ну, или марлезонский балет, как они там, знаете, в этих аптежных леггинсах себя ведут. Поэтому смотрим, что в ближайшие дни в данном случае будет. И будем из этого для себя делать ВВД. На мою родину предков Армению я поздравляю. И мне сегодня в комментариях один мой земляк написал в YouTube. Подписывайтесь на YouTube, если вы пока еще не подписаны. Обязательно. И там у нас количество подписчиков в день выросло на 15-20 человек ежедневно. Это, конечно, благость. Мы понимаем, что мы идем в правильном направлении. Потому что наша задача создать интернет-телевидение. Интернет-телевидение, связанное с моими двумя родинами. Армении и Украиной. Но об этом я сделаю отдельное дополнительное видео, хотя я много раз об этом уже говорил. Так что, друзья, будь мой орач. Витаю вас из Киева. Я Самвел, украинский армянин. Подписывайтесь на все наши площадки. А мы публикуемся на пяти площадках. И обязательно подписывайтесь на YouTube, в первую очередь. И на все остальные наши площадки. Которые мы используем для информационной деятельности. Будь мой орач. Орач и только орач. И капи меч. КОНЕЦ